К своему диагнозу каждый день своим путём. То есть кто-то по своему заболеванию, то есть когда появился подъём температуры или какие-то другие проявления респираторной инфекции, и участковый врач обследовал или врач скорой помощи взял анализы и выявил положительный тест ПЦР. Может быть другая ситуация, когда уже вся семья болеет, и в положенные сроки ребёнок был обследован, ПЦР был взят, и он стал положительным. Поэтому в основном это два поставщика статистики – это или контактные, или сами заболевшие. Если говорить о клинике, то вообще это очень важно, как воспринимают родители в первый раз, столкнувшись, что у ребёнка диагноз. Первый – это, конечно, очень часто паника, особенно у контактных, и они начинают разглядывать какие-то такие симптомы, которые в обычной жизни они, может быть, вообще никогда бы и не обратили внимания. И начинается шквал звонков. Марина Александровна, заведующая поликлиника, постоянно их успокаивают, родители и так далее. Но, в общем, если говорить целостно, как-то воспринимать заболевание ковидом у детей, это заболевание протекает в лёгкой форме. Но речь идёт о периоде от постановки диагноза, да, или перед постановкой диагноза до получения двух отрицательных анализов. Что будет дальше, мы, конечно, не знаем. Мы вот оцениваем клиническую картину у детей в период их острого заболевания. Ну, это известная информация, она везде в средствах массовой информации отражается, что заболевание протекает легко. По своему опыту, что мы видим? Что есть определённая градация, разница между течением заболевания у детей маленьких и у детей взрослых. Причём, что интересно, очень многие вирусные инфекции, которым болеют дети, на порядок тяжелее у детей протекают, чем кормной вирусной инфекции. И это часто несколько вводит в заблуждение родителей, потому что подъём температуры может быть несколько часов. Даже может быть высокая температура, но она может быть несколько часов. Больше трёх дней температура, вот я видела единичных детей, а уже больше сотни детей прошло перед глазами, я видела единицы. То есть именно маленькие дети реагируют, но иногда и большие, в меньшей степени. Просто вот температура. Где-то до пяти лет, я сказала бы, что чаще проявления, либо совсем бессимптомные, то есть новорождённые дети, вообще сейчас трое новорождённых детей, у них вообще нет никаких симптомов вообще. То есть дети первых двух-трёх месяцев жизни, тоже те, которые дети были, у них вообще не было никаких проявлений. Вот уже четырёх-пятимесячные дети и далее, у них может быть один-два дня температура высокая. Может быть немножко заложен нос. Даже не настолько выражена эта симптоматика со стороны носа, чем у более старших детей. То есть вот у них основной симптом маленьких детей – это кратковременный подъём температуры. Может быть какое-то подкашляние, но иногда отличить, что это вот коронавирус или… Может быть он кашляет из-за того, что у него режутся зубы, ну подкашляют, скажем так. Может какой-то другой вирус кто-то принёс. То есть тоже смесь. То есть если чисто вот сидит контактный, поднимается у него температура, она падает, зная, что мы возьмём тест, он будет положительным. Дети старшего возраста у них часто вот отсутствие обоняния, заложенность носа. И часто достаточно, ну то есть вот если брать в общей пропорции, у них может быть длительная какая-то непонятная небольшая температура – 37,1, 37,2, 37,3. И вообще я хочу сказать, что ковид, он часто проявляет те проблемы, которые у человека уже были. То есть это вот если был склонен человек к головным болям, то у него появится боль более выраженная, более частая головная боль, даже температура, то есть вот подкашивание более… То есть вот у кого где слабое место, ну на самом деле это характерно для большинства вирусов. То есть они вот можно так… И ещё, опять же, из опыта наблюдения, я обратила внимание, что много невротической истории, то есть дети, во-первых, много смотрят телевизор, во-вторых, тревоги родителей, они вот так вот, а вдруг чего, то есть что нам по телевизору говорят, что… Если затруднение дыхания, то есть это одно из симптомов, то есть вы обращаетесь на скорой, что дают нам дети, нам, мне трудно дышать. Ну а по факту оказывается… То есть мы смотрим, начинаем смотреть никаких объективных причин затруднения дыхания и на следующий день, естественно, это не связано с поражением лёгких, это связано с реакцией нервной системы. Когда весь мир транслирует, что всё опасно, и дети чуть более старшего возраста, они вот такие вот вещи удают. То есть колет сердце, там, какие-то трудно вздыхают, трудно дышать, какие-то дрожания какое-то. Вот был мальчик, кто-то совсем недавно вызывал, или скорую даже, мама очень поздно вечером звонит, говорит, я не знаю, что делать. Вот он, вот его трясёт, ну, вот какой-то такой не озноб, а вот… То есть вот я к чему, что нервная система, возможно… Виляет ли это вирус на эту ситуацию, на нервную систему? Либо это вот эта тревожная такая обстановка вот вокруг и в семье в том числе. Но всё больше детей, которые реагируют вот таким образом, они… Так называют психосоматика. Она вот очень, ну, стала выявляться. Ну, конечно, образ жизни поменялся, человек не гуляет, изменился его вообще ритм, собственно говоря. И вот это очень, ну, не смазывает, а очень затрудняет вот понять, где тревога, где действительно просто человек в наду успокоит. Вот дети стали как бы копировать, не копировать, а отражать тревоги взрослых вот таким образом. То есть иногда не так страшен ковид, как вот это вот паника, ощущение паники, тревоги. На данный момент прям тяжёлым течением считается температура выше 38,5, больше 5 дней, там тяжёлое поражение лёгких. То есть вот на данный момент вот под эту категорию тяжёлое течение не подходит ни один ребёнок. Сейчас вот двое детей с пневмонией лечатся. Один подросток, один маленького возраста. Но они лечатся амбулаторно, потому что они не, ну, как бы не подходят под критерии госпитализации. Ну и как бы справляются родители, справляются с амбулаторным лечением. То есть это вот самое тяжёлое проявление коронавирусной инфекции у детей на данный момент. Будем надеяться, что так будет продолжаться. То есть вот у нас в городе на данный момент. Что будет дальше? Ну, есть дети с сопутствующей патологией, они болеют. Но, слава богу, тоже мы очень прям за них, конечно, переживаем. И дети с сахарным диабетом, когда болеют. Но пока я рада, что они, как скажем, идут нормальным путём, не тяжелеют. То есть, конечно, основная группа внимания детей, а это те, которые имеют сопутствующие патологии. Потому что все остальные, они заведомо, вот, то есть сначала как-то мы опасались, как будет развиваться у детей заболевание. Делали им, может быть, даже лишнего. Где-то вот, ну, КТ проводили. Но видим, что, как правило, они нас не подводят, дети. Они молодцы. Детям мы назначаем противовирусный препарат. Но очень часто, кстати, да, я этот момент упустила, что основное, около 20% детей бессимптомных. Что очень часто родители думают, что, ну, то есть, дают возможность родителям рассуждать, что либо вы неправильно сделали тест, либо вообще это всё выдумано и так далее, то есть, ну, на самом деле, бессимптомные формы действительно у детей существуют, потому что цепочки потом в семье, то есть, он, ребёнок-то бессимптомный, а родители-то болеют потом. То есть, это никак не против... отсутствие симптомов у ребёнка не противоречит тому, что у него коронавирусная инфекция. И это эпидемиологическая такая... такой подвох эпидемиологический для всех, для нас, что дети, будучи вообще бессимптомными, разносят инфекцию. Ну, и, соответственно, конечно, возникает вопрос, как это, что же делать, если надо лечить? Ну, как любая... вообще это вирусная инфекция, и вирусная инфекция далеко не всегда требует. То есть, детям назначаем противовирусные препараты, да, то есть, это группа интерферонов в основном, в основном. То есть, и эффективно это первые... ну, как, имеет смысл. Смысл. Первые, там, дней пять. Дальше уже всё равно вирус, он уже проник дальше, и, соответственно, если... Ну, то есть, это уже идёт сила организма на это. И дальше, и основное, симптоматическое лечение. Волит горло – лечим горло. Ребёнок кашляет – даём отхаркищение. Ну, как бы, надо стараться меньше назначать антибиотиков, что часто тоже, как преткновение, родители ориентируются на том, как лечат взрослых, у которых более тяжёлое течение. Они часто настаивают или сами принимают антибиотики, что не является разумным, ну, что, опять же, уже достаточно много средств массовой информации об этом говорится, потому что снижается устойчивость... повышается устойчивость бактерий к антибиотикам. Мы получаем устойчивые штаммы, которые... Ну, трудно, вообще непонятно, чем будут лечить. То есть, если врач не назначил антибиотики, то есть, да, если затягивается температура, если что-то нам изменивает анализ крови, антибиотики назначаем. Но в основном это противовирусные препараты первые пять дней и дальше симптоматическое лечение. А дальше просто, как сказать, благоприятная обстановка в семье. Те, кто находился в контакте, это касается как контакта по школу, садику или по семье, берется анализ на восьмой и десятый день. И это разумно, абсолютно, опять же, это тоже один из спорных моментов при взаимодействии с родителями, потому что очень часто родители настаивают, получив свой положительный анализ, они настаивают, чтобы взяли тут же у ребенка сразу. Это неразумно, потому что сразу, как правило, мы берем анализ, он отрицательный. А вот на восьмой и десятый день, как предписывается, он становится положительным. То есть, соответственно, это двойная нагрузка, если мы удовлетворяем любопытство родителей в первые дни, а потом делаем так, как положено по закону, собственно говоря, и в результате двойная нагрузка идет на медицинское учреждение, на лабораторию и так далее. То есть должен быть очень разумный подход. Если появляются, конечно, клинические проявления, как подъем температуры и отсутствие обоняния в более ранние сроки, тогда это действительно имеет смысл. В противном случае, притянутые за уши жалобы в виде температуры 37 у ребенка, у которого в квартире жуткая жара, например, то есть это просто, ну, как бы неправильно. То есть это не дает нам возможности разумно расходовать свои силы. Меры профилактики – это кроме того, что мыть руки, одевать маски и соблюдать социальную дистанцию, понимать, что сейчас, чем меньше ты находишься в разнообразных общественных местах, как кружки и секции, там очень-очень много мест, куда детям очень хочется и родителям очень хочется, чтобы они там находились. Чем меньше этих мест будет, тем меньше шансов, что ребенок будет инфицирован и принесет в семью этот вирус. Поэтому основной мер профилактики – ограничение социальных контактов, даже не дистанции, а просто социальных контактов. Потому что ребенок небольшого возраста, да и даже подросток, соблюдать все. Он придет в секцию, разденется в раздевалке, оденет там чужие… Ну, то есть вот это вот дистанцирование – это просто невозможно, правда? Поэтому каникулы для того и были придуманы, собственно говоря, но они своеобразно всеми использованы были. Контактных детей смотрит еще фельдшер, то есть те, которые еще не имеют положительного статуса, а которые только появляют… Ну, то есть контакты по семье, ну, допустим, у них появляются жалобы, прежде чем мы взяли в него анализ, что, ну, возможно, ну, сегодня, допустим, у тебя ребенка температура, какие… как сказать родителям, что делать с ребенком, не видя ребенка. Вот едет фельдшер, смотрит, то есть назначает лечение, назначает мазок, то есть чтобы, ну, как бы не было беспокойства. Основное утро получил задание, и до, там, до трех часов точно я обычно езжу к вам, задам. Вот, а потом уже остальное, все остальные, к сожалению, бумажные дела все домой приходят. Ну, да, это так. Ну, самый рекордсмен у нас, девочка, больше 50 дней выделяла вирус. Вот, а так, ну, в том-то и дело. То есть родители очень часто просят раньше взять тест, когда второй, после первоположительного. Ну, это не имеет смысла никакого, потому что они продолжают… То есть на 14-й день, как сейчас, мы берем анализ, процентов 10-15, наверное, становится отрицательным. А после отрицательным, опять, может быть, положительным, ну, и так далее. Вот, поэтому, когда уже все в свое время происходит. В среднем 20-30 дней. Это вот средний, то есть где-то 50% пациентов 20-30 дней выделяют вирус. Там где-то, вот, в ту и другую сторону где-то остается по 20%, кто больше 30 дней и кто меньше этой срока. Вкладывать какой смысл в обострении хронического заболевания. Если это какое-то специфическое, там, я не… который узкий специалист требует осмотра, конечно, без сильной надобности узкого специалиста не пошлет к больному коронавирусной инфекцией. Потому что, ну, во-первых, в основном у всех хронических больных у них есть базовое лечение. И, то есть, мы можем в этом диапазоне варьировать, усилить базовое лечение, то есть даже без помощи узкого специалиста в ряде случаев. Вот. Ну, не так много состояний, которые я даже на скидку могу придумать, что может произойти такое, что нужно будет узкого специалиста, ну, отрывать от работы и тащить, вот, не имея ни обследования, ничего. То есть, вот какой в этом разум? То есть, либо пациент, если у него действительно сильная декомпенсация хронического заболевания, надо госпитализировать, и тогда уже привлекать специалистов в стационар. То есть, специалистов в стационар. Либо надо коррегировать, то есть, небольшие отклонения, вполне обычный участковый врач вполне может скоррегировать. Ну, что, сахарный диабет. У него есть инсулинотерапия? Есть. Дозу повысим? Повысим. Брахиолиасма. Ну, это вообще хлеб педиатра, то есть, собственно говоря, тоже вполне может скорректировать лечение. Вот. Заболевания сердца такие уж прям тяжелые. Ну, с тяжелыми заболеваниями сердца, скорее всего, госпитализируем. Ну, и так далее. То есть, есть не настолько это все однозначно, собственно говоря, то есть, ну, вернее, это варианта два. Либо сами разбираемся, либо госпитализируем. Потому что нигде ведь в мире нет, чтобы врач приходил на дом, потому что это везде признано не очень разумным, из-за невозможности нормальной диагностики. Это заболевание впервые, да, возникло. И сначала у нас был первый ребенок с ковидом, потом у нас был первый маленький ребенок с ковидом, потом был первый температур еще ребенок. То есть, мы каждый раз приходили кто-то. Потом первый ребенок с пневмонией, потом первый госпитализированный ребенок. И каждый раз это была новая задача, когда мы думали, что нам делать, куда обращаться, как тактически правильно этот вопрос. То есть, это ситуация, которая каждый раз возникала вновь. То были ситуации, когда ребенок с ковидом, с папой дома прыгал-прыгал, упал, растем голову. Ну вот из чего? Вот что делать? Вот, да, приезжала скорая, привозил в приемный покой, зашивал им голову. А потом, естественно, этот шов надо было снимать. То есть, вот снимали швы и дома, например. Ну, такие вот, такие уже вещи, которые, ну, куда деваться, надо решать. То есть, каждый ребенок, он какой-то дает нам повод наподумать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА